Мородину, он долго-долго возился с созданием своего кооператива Павловский, тоже идея была подключить малый бизнес с бытовой сети, и спустя там он не без проблем, я так понимаю, да, все проходило, но с молоком вообще не бывает, без хлопот, все получилось, сейчас продают малосло, малые хозяйственные кооперативы расширяют свою работу, но Пётр Николаевич, давайте подробнее, я надеюсь, вы об этом расскажете, пожалуйста. Спасибо большое, что пригласили на начальное заседание ГОБА, и что поднято, которая тема, потому что она действительно приводит пищи, у нас по всем программам предполагается рост ситроз продукции и молочных, в первую очередь, ну а то, что произведено, безусловно, должно найти свой опыт репрессии. То, что касается молочки, и не только молочки, мы практически и топорно-мышная палата, и Министерство сельского хозяйства, да, и редакция крестьянина, принимали различные меры для того, чтобы свести вместе потребителей и производителей. Вот я хочу напомнить, мы с рестораторами встречались, мы встречались с различного рода семьями, которые у нас в области, мы с вами позитивили по лицеля, и пытались наладить эти связи. Скажу по себе, вот все говорили, ой, как хорошо, обменивались визитками после встречи, и на этом все. То есть дальше движения не было и по-настоящему времени. Но, тем не менее, продукцию двигать надо, это безусловно, и для и сельхозпроизводителей, которые сами двигают свою продукцию, и для объединения этих производителей через кооперативы. Наверное, самый простой и надежный путь – это действующие рынки. Но, к сожалению, места там предоставляются, но иногда неподъемными являются цены за эти места, потому что по городу Ростову вилка такая, от 50-50-500, 50 рублей за место, до 900 рублей. В зависимости от проходимости этого рынка, иногда стоимость аренды составляет 15-20% от общего дохода, полученного в результате реализации продукции. Это очень много, это тяжело, но зато никаких затратов по бюджету. Более серьезные затраты, но и более большой эффект получается в плане тюблирования цен, это прямые поставки. Хотелось бы работать с сетями. У нас есть примеры, когда сети формируют дополнительную стоимость на предлагаемую продукцию производителя до 100% от закупочной цены у производителя. Естественно, такой рост цены снижает ликвидность продукции, снижает интерес потребителя к этой продукции, и, естественно, потом говорят, ну, ваша продукция не идет. Она не идет не потому, что качество плохое деление, скажем, этот сегмент рынка загружен, а только потому, что сети несоразмерно повышают свои наценки. Ну и вторая проблема из этого же ряда – это отсрочки платежей. Есть некоторые сеты, которые позволяют себе до 50 дней от срочки платежей, а если это брать, мол, заводы, которые берут на переработку, то даже до 90. Таким образом, сельхозпроизводитель, который и так на грани находится в пола с оборотными средствами, вынужден путем товарных кредитов поддерживать оборотные средства и сетей переработчиков, что тоже недопустимо. И вот получается, что мы приходим к наиболее хорошему варианту – это развитие собственных сетей. На сегодняшний день, вот мы за 9 месяцев работы, нам удалось разместить уже свою продукцию в 9 точках по городу Ростову. Разные точки, разные взаимоотношения, разные подходы, начиная от собственных производств и заканчивая передачей на комиссию с последующей реализацией. Но скажу, что интерес к какому виду взаимоотношений с потребителем, безусловно, есть. Цена производителя является последней ценой. Полностью отсутствуют посредники, а значит, вся превращенная стоимость остается у производителя. В то же время потребитель получает продукцию, естественно, высокого качества, потому что каждый производитель за свою продукцию отвечает. А самое главное – сравнимо с невысоким ценом. Ну, могу, как пример, привести вот. Сегодня молоко 2,5-3,5 процента, 68 рублей на прилавку. Мы свое молоко продаем с жирностью от 3,7 до 5,2, 5,3, по 50 рублей за метр. Если это отдаем, так сказать, на комиссию. Если и сами продаем, 55 рублей за метр. То есть 82 рубля, полторашка, как это принято на рынке. Вся остальная продукция приблизительно вот по такому соотношению цен. Всем это нравится. Что является сдерживающим фактором, и на что хотелось бы обратить внимание и Министерство сельского хозяйства, и правительство Ростовской области, потому что самим предпринимателям, кооперативам, даже если они объединятся, единый мощный кулак, эти вопросы не решили. В первую очередь, конечно же, это земельные участки, вот повелье. Почему повелье? Повсеместно продажи ведутся из Киоска. Ну, для сельхозпродукции Киоск совершенно неподходящий вид общения с потребителем, потому что взаимоотношения рыночные вот здесь уместно сохранить, чтобы потребитель мог зайти, пощупать, попробовать, пообщаться с продавцами и купить то, чего он хочет купить. С другой стороны, если сегодня, вот я, например, реально продвигаю пока, что только молочкой, но глубоко убежден в том, что в павильонах должно иметь место наличие всей линейки сельхозпродукции, это и овощи, это фрукты, это может быть и мясная продукция, если иметь в виду два витрины, ну и, конечно же, молочка и бакалея. То есть, то, чего сегодня производят коэтеративы в Ростовской области, уместно разместить в одном павильоне, тогда увеличится доход, повысится чек и поднимется эффективность вообще всей этой деятельности по продвижению продукции. У нас Советский район оказался наиболее удобным по логистике, мы с ним работаем. И вот то, что я сейчас буду предлагать и говорить, на съезде в прошлом году я уже, так сказать, озвучил, что в этом направлении надо двигаться. И мы их двинулись и получили какие-то результаты. Так вот, администрация Советского района на моему удивлению очень положительно отреагировала, в очень короткие сроки, так сказать, рассмотрели, запросили у меня письмо, соответствующее, оно уже направлено, и предварительно мы договорились, что там порядка десяти пятен для размещения наших объектов они готовы предоставить. Включив, естественно, в реестр место размещения объектов нестационарной и таковни, так как сегодня требует закон и положение. Сложно говорить, получится ли у нас разместиться на этом месте, потому что, ну, не мне вам говорить, вы прекрасно знаете, как сегодня распределяются эти места, если будет объявлен конкурс, что обязательно требует закон. Не факт, что кооператив, который инициировал размещение объекта именно на этом месте, станет там победителем. Мы эту тему тоже уже озвучивали, предполагая, что можно внести дополнение изменений в действующие нормативные акты, законодательное собрание поддержало эту идею в лице аграрного комитета и даже уже формируется рабочая группа, потому что есть целый ряд вопросов, если у меня будет время, я чувствую, его уже мало, я в конце могу еще, так сказать, добавить, потому что говорю относительно продаж в Ростове, потому что интересно продавать не только в Ростове, и дальше и больше, но об этом больше, сейчас поднимем. Так вот, такой путь решения вопроса по земельному участку, он достаточно эффективный. Ну, пока мы договорились, нашли, но, знаете как, договариваются один раз, второй раз лучше, когда работает система, тогда всем это делать лучше. Второй вопрос, не менее важный, это контроль качества продукции, потому что когда мы приходим на рынок, там все понятно, там лаборатория, есть результаты исследования продукта в собственной, так сказать, лаборатории региональной, или муниципальной, потом форма 2, потом продвижение на рынок, на рынке своя лаборатория, проверили и, пожалуйста, работаем. Вопрос, конечно, цены этого движения, ну, могу назвать, для того, чтобы всю линейку продукции провести проверку ежемесячно на станции защиты животных муниципальной, это стоит порядка 5-5,5 тысяч рублей. То, что касается рынка, если мы приезжаем на рынок и выставляем тоже всю линейку от молока до сыра, это стоит 170-190 рублей. Прошу учесть, каждый день. это дополнение к тем 500-800 рублям за аренду, такого места еще нужно, так сказать, поддержать нашу ветеринарную услугу вот на такую сумму. Это тоже тяжеловато. Ростовская станция защиты животных понимает это, поддерживает предложение меминизировать затраты в этом направлении и мы договорились, что если мы будем разбивать вот такую сеть, то за нами закрепят лабораторию какого-то рынка, который нам по логистике удобен, на этом рынке мы будем продукцию проверять и потом уже с этими документами развозить по пивоскам и дальше точно такой же способ возможен для тех, кто работает с корюшкой, то есть те, кто продукцию продает непосредственно с машин, я рекомендую таким путем пойти, он должен уместить и мы проговорили, что такая возможность есть. Ну и наконец, последнее, это самый павильон, потому что безусловно мы должны провести необходимую работу, чтобы этот павильон был уникален по своей конструкции, по своему дизайну, по оформлению, чтобы он был узнаваем, потому что предполагаю, не все и не всегда повезут продукцию в Ростов, но такая же схема, она уместна и на муниципальном уровне, потому что позорив во всяком случае, нас достаточно радушно приняли и тоже предложили, пожалуйста, давайте будем размещаться. Почему такой интерес муниципалитета? потому что кроме того, что мы говорим, дайте участок, мы на этом участке разместим павильон и обеспечим хорошее качество, хорошие цены, в разумной доступности потребителя. Мы еще добавляем, если вы разместите наш павильон в местах несанкционированной торговли, что является сегодня ничем для всех администраций по торговле вот этих бабушек с ящиками. Мы говорим, в этом случае мы организуем комиссионную закупку продукции, которые бабушки пришли продать. Там настолько небольшие объемы продаж, что практически включая рентабельность в эти операции можно и обойтись, там как он будет другого. А здесь будет достаточно бойкое место, потому что места несанкционированной торговли, они как правило на пересечение потоков. Ну и естественно та продукция, которую бабушка привезла, во всяком случае фрукты, овощи, они просто оперативно проверяются на качество. Ну а все остальное мы запутим, не станем продавать, пустим переработку, где вопросы качества станут вторичными. Вот таким образом мы делаем себя более привлекательными для муниципалитетов и пытаемся решить в том числе и социальную составляющую той массы проблем, есть при продвижении продукции. собственно если совсем коротенько прошу прощения, что так если будет еще время, то я как бы потом. Спасибо Акхозович прекрасно вопрос спасибо большое А можно чуть подробнее рассказать про ассортимент то есть у вас заходишь в магазин там что молоко творог вся антика то есть это молоко при том молоко сырое второе сливки сырые а в чем у вас охлаждение стоит нет мы его привозим уже охлаждение в бутылках народ не в бидонах мы его привозим охлажденным до плюс 5 и разливаем уже после того когда лаборатория потому что лаборатория требует привези емкость мы проверим и потом делай дальше ну а дальше сливок морок сыворотка простокваша масло сливочное масло топленое ну и сыры типа адыгейский брынза сувор нет скажите а про объемы можно чуть подробнее рассказать да спасибо хороший вопрос на сегодняшний день вот та группа фермеров которые объединились в кооператив ну и там не только фермеры там и а вот я как раз и говорю значит потенциал по молоку у кооператива сегодня 3000 тонн молока по мясу 250-270 тонн фактические продажи на сегодняшний день 500-600 литров до цех которые мы поставили и запустили по пастеризованному молоку порядка 10 тонн смену есть возможность способный пакет есть возможность дозирования сливок сметаны йогуртов ну кисломолочки в стакан с герметизацией фольгой то есть стерилизованно мы можем работать но что касается пастеризации да есть группа потребителей которые говорят хорошо пастеризованное а это будет уже от 7 суток реализация а тот потребитель который сегодня есть он хочет все-таки молоку сыр и в этой связи есть проблема в том что если мы что-то сегодня не продали мы его вечером забираем не хранится нет все прохит уже чем если у сливок срок реализации а вы говорили про расширение ассортимента мясо овощи но мы в свое время в Краснодаре проводили на похожую тему заседания и там магазины фермерских продуктов пытаются развивать уже местная власть там открылась вау магазина там специально создан совместное предприятие по сути вот есть а есть еще губанские продукты и вот там директор этого группы рассказывал что они тоже пытались делать магазины ну скажем максимально широкого ассортимента где-то бакарея овощи мясо молочка все и в том следующую проблему что нужны большие площади магазинов из-за литеринарных гигиенических санитарных требований размещения у всех этих продуктов овощ достаточно мясо с молоком тоже рядом не положено и из-за этого нужны большие площади и из-за этого сложности с земельными участками со строениями и так далее вот вы как эту проблему намерены решать или вы пока еще не сталкиваетесь ничего подобного практически эскиз табилиона уже есть и если время будет то в своем предложении больше какая там меньше 15 квадратов до 30 метров даже больше да если уж совсем по размеру это 2 и 5 ширина чтобы можно было перевозить и 8 метров вот больше а вы покупаете да это собственно с кооператива повелился не повелены мы сейчас согласовываем проект на всех уровнях сделать его проще чем согласовать поэтому мы решили так сначала согласовывать чтобы и отдел главного архитектора города воспринял это должным образом а самое главное в Ростове есть тенденция размещения всех объектов дистанциональной торговли в киосках определенного проезда я не хочу сейчас эту тему комментировать но надеюсь что нам удастся решать этот бариет и создать собственный павильон собственный дизайн потому что это было не так как мы с крайнести в крайней сушке у нас была целая мозаика павильон начиная от каких салашей и так далее а теперь все стремятся под одну гребенку чтобы он на мой взгляд тоже неправильно но самое главное что себестоимость вот такого павильона она не просчитана и то что предлагают сегодня в городе Ростове разница в разницу понятно да я думаю мы коснулись этой темы друзья есть вопросы к Петру Николаевичу молочники может быть сидят в зале кто хотел вступить в кайфер 1 есть молочники нет нет по 8 ну хватает а пока со сбытом да сейчас надо решать а последний вопрос Петру Николаевичу Крадникову вот с потребкой операции с их магазинами не думали как-то а потребка это не стоит ну в потребкой операции есть свои традиции свои правила и нормы и свои три все там проходит хорошо кроме той же самой беды которая сидят они хотят взять как можно дешевле и потом сделать ну и соревноваться самый лучший путь вот тот по которому сами формируют целом сами отслеживая беды самый-самый последний вопрос а вы по корее овощи будете брать опять-таки принимать кооператив людей это у вас молочный да или закупать просто а зачем у нас например есть договоренности с мельком они готовы сегодня всю свою линейку в необходимых объемах не только предоставить но и поставить ну маяк да а вот например сидит садовником которые овощи производят он сможет потом к вам постучаться по овощам мы уже этот путь прошли то есть мы инициировали формирование новой системско-фермерской хозяйственной направлении овощей в прошлом году они получили гранты уже закупили деньги сейчас готовят семена и выращивание овощей будет проводить я вам скажу так фермеры которые входят в кооператив, которые хотят свою продукцию продвигать, они готовы делать все, кроме внесения членских вкусов. То есть мы готовы все, мы продукцию даем, но что-либо платить они не готовы. И это, в общем-то, не нужно. Потому что в составе кооператива есть не только фермеры, но есть и предприятия-переработчик, есть даже предприятия, которые планируют машино-тракторную станцию сформировать, чтобы услуги оказывать. Поэтому финансирование этого проекта не коллегиальное, а достаточно индивидуальное. И здесь нужно понимать, у нас нет сумасшедших, которые вкладывают деньги непонятно куда. Безусловно, это рентабельно при выполнении тех условий, о которых я уже сказал. Если это будет недорогая земля, скажу, я как пример приведу. Сейчас там на локомотиве идет реорганизация, а ровно два месяца тому назад, вот так сказать, проверяли, где у нас по Ростову такие ценные условия, я вам могу сказать. На локомотиве получить аренду земельный участок, не киоск, не торговое место, земельный участок, на котором разрешается арендатору разместить свой киоск, поставить, это место стоит 22 тысячи рублей в месяц. Кроме этого, две с половиной тысячи за охрану, 1500 рублей за оказание услуг социального, ну, порвить, прочее, прочее. То есть выходит почти 1000 рублей в день. Ну кто же это потянет? Да, можно там, если они перепродают, или сегодня повсеместно по Ростову, почему-то определенные диаспоры торгуют молочной продукцией Тацинских фермеров. Ну, Тацинка, расстояние, логистика до Ростова, и творог по 130 рублей килограмм. Понятное дело, что этот творог горит, если его зажигалки не зажигалки. Но, тем не менее, он есть. И вот они там сегодня торгуют. Такой творог мне предлагали поставщики ингредиентов для изготовления вот таких, ну, они называются не творог, а творожные продукты. Так вот, себестоимость такого творога, с учетом, что эти ингредиенты мне привезут, на моих производственных площадях запустят это производство силами своих технологий, обучат моих людей работе и обеспечат дальнейшую поставку этих ингредиентов. Так вот, себестоимость 67 рублей килограмм. Продажа 130. У нас с вами будет такая рентабельность? Никогда в жизни. Никогда. Мы работаем на 10-12, ну, вот на грани формы. А там, пожалуйста, вот так. Поэтому, если все соблюсти пожелания и требования, о которых я сказал выше, то все рентабельно, все возможно, а расширяя ассоциимент внутри одной торговой точки повышается рентабельность, в том числе и относительно зарплаты. Могу сказать, у меня сегодня зарплаты у продавцов, это 10% от объема продажей. На отдельных точках это 1200-1300 рублей. Естественно, нормально люди работают, не повышают цены, не норовят там где-то обмануть в части веса. То есть, это рентабельно. Если ответил? Ответил? Да. Спасибо, Николаевич. Есть еще в зале вопросы у фермеров? Пожалуйста, представьтесь, Ваши вопросы. Яна Петрович. Какая главная фермер, которая производит молочко, по чем молочко вам стоило? 21 рублей. Оплата ежедневная по факту. Получили. Хорошо. Еще вопросы? Нет вопросов. Давайте перейдем.